Девушки отдыхают 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 Странно, второй день пути и ни одного существа Ни мутантов, ни сталкеров, никого Только безжизненное небо и мертвый город Зона никогда не была людным местом Но все-таки, куда же все подевались? Аномалий тоже не отмечалось Все это порождало во мне какое-то странное чувство Которое нельзя ни описать, ни понять К вечеру я стал замечать еле уловимые краем глаза тени движения там В провалах выбитых окон и темных подъездах Но стоило только повернуться, и наваждение исчезало Да, шутковато, но такова зона День пятнадцатый Здесь и далее записи идут очень неразборчиво Вот теперь мне становится по-настоящему страшно И это чувство было каким-то другим, чем обычно Я не привык бояться, но этот страх рождался во мне по чьей-то воле Зона всегда была аномальной, но эта новая неизвестность сводила с ума Я шел дальше и дальше, вглубь большого кладбища Кладбище людских душ и жизней Навалившаяся усталость сделала мои ноги свинцовыми, а движения заторможенными Но я знал, что единственный способ выжить — идти вперед И я пошел дальше Теперь я уже не думал о работе, о деньгах и чем-либо еще Я думал только о том, как можно выйти из этого кошмара Все происходило так быстро Только позавчера я радовался жизни, а теперь... Страница разобнана Как же здесь холодно Я пишу все это уже не для себя Я думаю, мой конец близок Я только хочу предупредить любого, кто это прочтет Я хочу, чтобы он бежал отсюда Бежал куда-нибудь, но подальше от этого кошмара И вдруг все стало на свои места Страх ушел Я огляделся по сторонам Что же, черт возьми, произошло? Я только знаю, что смерть дала мне тайм-аут И это затишье перед бурей Я побежал назад к городу Но спустя каких-то 5-10 минут случилось все, как я и думал Нервный ступор сковал ноги резким параличом Кажется, будто кто-то играет со мной, как с ненужной игрушкой И этот кто-то весьма могуществен Чтобы обладать столь сильным оружием Я начинаю чувствовать, как мысли замедляются Бедно крови Страх переходит в ужас Все вокруг взорвалось тысячами осколков реальности Дома плавились, деревья исчезали в никуда Вокруг метались фантомы Протокол номер 185 Из отчета спасательной группы Вчера в районе предполагаемого выброса был найден сталкер-антиген Находясь в коматозном состоянии, он не подавал никаких признаков жизни Его волосы поседели, кожа обесцветилась С данным явлением эксперты столкнулись впервые И принялись его детально изучать Сталкер находился в этом состоянии еще два дня Но впоследствии его удачно смогли вернуть к жизни Последствия пережитого так и остались неизменными Что же действительно произошло, неизвестно никому Вы слушали рассказ «Психотропное оружие» Автор «Антиген» Читал Олег Шубин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok